хабаровск все он продержался 91 день и вот разоглан жестко и жестоко не просто разогнан возбуждены уголовные дела по печально знаменитой датинской статье за неоднократное участие в митингах да там этой статье есть слова об участии в несанкционированных митингах но санкционированных митингов в природе не бывает санкционированный митинг называется путин по этой датинской статье 212 Примука, посадили активиста Константина Котова, и он до сих пор сидит и напомнит. Расследуют дела муниципального депутата Юлии Галяминой, активиста из Коломны Вячеслава Егорова. И вот теперь еще Хабаровское дело. В чем жизнь? А в том, что в прошлой жизни Конституционный суд признал эту статью Уголовного кодекса неконституционной, то бишь незаконной. Жесть номер два. Это не помешало посадить по ней Константина Котова. Жесть номер три. А теперь и Конституции у нас фактически нет. А в действующем винегрите смысл имеет только тертое яблочко. Оно молодильное, только для Путина. Эсклюзив. И старая добрая формула. Друзьям все, а врагам закон. Но почему же так печально, ну то есть как обычно, закончился Хабаровск? Причины две. Первая. Страна не поддержала Хабаровск. Вторая. Страна и не могла поддержать Хабаровск. Потому что Хабаровска, как говорится, местная региональная повестка. Никто был не готов, никто и не хотел перевести требования в политику, в большую политику. Хотя поводов для этого предостаточно. И обнуление, и фактическая отмена выборов. Никакого фургала большего не будет. И Путин не будет с ним встречаться в СИЗО. Как Лукашенко с белорусскими лидерами оппозиции в СИЗО. Абсолютно неожиданно, но не в правилах глав государств, такие публичные открытые встречи с недругами. Цитаты с телеграм-каналов. Но наш президент и их выслушал. Четыре с половиной часа длился обмен мнениями. Затронули в разговоре многие важнейшие темы. В первую очередь политику и экономику. А почему Лукашенко сделал это? Да потому что протест в Беларуси не утихает. И потому что его самого не признают ни внутри страны, ни вовне. Разве что Путин и его одногруппники. Члены информальной группы глав странноватых государств. Значит, Лукашенко надо решать вопрос. До него, кажется, начало доходить, что он не очень президент. А решить можно двумя путями. Договориться с Путиным или договориться с оппозицией. О чем? О том, что будет дальше. Получается, что вот она интересная историческая точка. Отфиксировано, что про будущее страны решает уже не Лукашенко. Но пока и не оппозиция. И пока не Путин. Беларусь, спасибо, что поддерживал наш Хабаровск. Но Беларусь – страна, в которую вышли все, а в России нет. Это как если бы в Беларуси вышел бы только Бобрульск. И больше никто. Всех бы пересажали. И поглубились бы. Живи, Беларусь! И большая удача, а также самоотверженность многих людей, что Навальный тоже живе. И совсем в другом политическом статусе. Хабаровск – все. Но, ребята, какие же вы молодцы. Вы попытались. Мы все видели, как вы мужественно, свободны и красивы. Побед без поражения не бывает. А вот молодильных яблочек не существует.